Названа парламентскую фракцию, которая была самой эффективной в 2020. В 2020 году «Слуга народа» подала 51% от инициированных депутатами и рассмотренных в зале законопроектов, став лидером среди парламентских фракций. Такие данные приводят в пресс-службе «Слуги народа». Всего в 2020 году Верховная Рада рассмотрела 1028 законопроектов, из которых 805 поданы народными депутатами. Из них 411 инициировали нардепы от «Слуги народа». Среди законопроектов, инициированных и принятых нардепами в целом, более 75% авторства «Слуг народа». Среди принятых за основу, таких 77%. В полиции также подсчитали, что всего Верховная Рада провела 88 пленарных заседаний и 4154 голосования. С 1028 рассмотренных законопроектов 439, принятые более чем 300 голосами. Коронакризис существенно повлиял на работу парламента. Мы имели меньше времени для работы в режиме пленарных заседаний, часть наших коллег отсутствовали в зале из-за болезни. А ряд запланированных реформ пришлось отложить из-за необходимости принятия срочных антикризисных законов. Впрочем, за 2020 год парламент проголосовал за ряд критически важных законопроектов, направленных как на борьбу с пандемией, так и на социальную защиту украинцев, рассказал в комментарии РБК «Украина» председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко. По подсчетам общественного движения «Честно», «Слуги народа» голосуют за законопроекты на уровне 88% и по этому показателю опережают другие фракции. Далее идут «Голос» – 66% и «Группа доверия» – 62%. В среднем во время голосования за законы в целом «Слуги народа» поддерживают около 90% законодательных инициатив. Основная часть депутатов голосует между 80% и 100%. По количеству подписанных законов среди всех парламентариев лидирует депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев – 36 из 141 поданного, или 26% успешных. На втором месте его коллега по фракции Елена Шуляк – 33 из 74, или 45%. На третьем месте тоже представительница «Слуги народа» Роксолана Педласа. На ее счету 30 подписанных из 77 представленных законопроектов. По данным «Честно», с 335 голосований во втором чтении 120 законов, фракция «Слуги народа» проголосовала монобольшинством, отдав 226 и больше голосов. В следующий раз в сессионном зале депутаты соберутся 26 января. Из-за усиления карантина в январе парламент изменил календарный план проведения четвертой сессии. Вместо двух пленарных недель будет один. До проведения сессионной недели нардепы будут работать в комитетах. Напомним, ранее в «Слуге народа» рассказали о планах на 2021 год. Монобольшинство планирует провести судебную реформу, принять законопроект о всеукраинском референдуме, локализации, бытовых отходах, воплотить реформу СБУ и Конституционного суда. Также планируют расширить большую стройку и начать восстановление культурных памятников, большую реставрацию. Субтитры создавал DimaTorzok